Салют, чуваки, с вами Кейт, и мы с вами возвращаемся в прохождение от солдата до короля. А перед тем, как мы начнём, хотелось бы передать приветствие и мою благодарность спонсорам канала Нортрону, Джаст Гассу, Дарк Даку, Владе Картеру и Ивану Злобину. Ну что ж, я решил объявить войну в Ландии, потому что, как видите, война с Ботанией их немножечко потрепала. Ладно, немножечко, это мягко сказано. То есть у меня теперь в два раза больше боевой мощи, чем у Вландии, поэтому решил, что пора бы их уже захватывать, наконец-таки, и переманивать вландийских лордов к себе, так сказать, под стан. Моей силы сейчас хватит, чтобы завалить Северную Империю, Южную Империю, кто-то ещё был вроде бы... Нет, а, ну да, и Вландия как бы. То есть две Империи, и Вландия сейчас спокойно для меня даже не соперники, поэтому решил, что пора начать уже потихонечку поглощать карту. И в данный момент, конечно же, заменить Вландию, потому что, ну, нафига она нам нужна, правильно? Кстати, да, совсем забыл переманить нашего второго наёмничка, которого я забабахал. Вот этого вот кузит золотой, я его снарядил собственным мечом, доспехами и прочим, прочим, прочим. В общем, всё сделал по кайфу. Так, наверное, автобоя здесь хватит, ну, не то чтобы это мощный противник, ну, в плане соотношений. Так, к сожалению, он не помер, к моему сожалению, естественно. Так, снайпера возьмём, этого возьмём, вылженосца нафиг, ну и, в принципе, всё. Так, давайте глянем на карту и посмотрим, что мы с вами будем делать. Сначала мы, конечно, с вами захватим Якулан, это по-любому. Этот город должен отойти ко мне, и, как бы, у меня уже будет, собственно, и граница без лишней фигни. Потом, наверное, блин, чём-нибудь ещё есть вообще у короля, подлежащий ему, к сожалению, нету. Ага, ну, просто, видите, это будет поганить мне отношения с другими фракциями. С какой фракцией у меня, типа, отношения не очень. Но, в идеале, я всё же постараюсь попереманивать всяких лордов, чтобы они как-то ко мне подрубались. Но, главное, сейчас Якулан захватить, конечно, это первоочередная задача, и с такой армией мне никто ничего не сделает. Ладненько, начинаем потихонечку осаду. Думаю, ближайшие лорды скоро подойдут, попытаются нам как-то подгадить. Жаль, что наши друзья из наёмников решают грабить деревеньки. Это нежелательно, на самом деле, но ладно. Как бы можно с этим жить. Мне просто вот интересно, попытается ли Вландия что-то предпринять, соберёт ли она хоть какую-то армию минимальную, чтобы на меня напасть. Кстати, да, объявил я мир Ботании, потому что она собрала 1200 человек и напала на Саргот. Мне это было прям максимально неприятненько, поэтому решил, что не стоит нихрена они тут меня уделали, посмотрите. И тот замок сейчас создает. На замок-то наплевать, я всё равно его себе отобью без особых проблем. Мне как бы не к спеку, но всё равно обидно, что меня переиграли. В осадном плане, конечно же. Ладно, подождём. Пусть забирают замок, он всё равно далеко от моих границ. Да и как бы и в планы он мои особо-то и не входил, так что ладно. Мелочи. Главное сейчас Якулан захватить, у меня будет уже 4 города получается, и от этого уже можно будет плясать. Отлично, стены я здесь полностью разрушил, плюс поставил себе ещё Анагр, чтобы понастреливать вот в эти отверстия. Дабы противники у нас здесь особо не выделывались. Так, поставим своим пацанам стены щитов. Сам встану за Анагр, чтобы с него понастреливать. Освободим, так сказать, этого товарища от должности. На время так, кыш, я хочу использовать. Неси камень, засранец. Сейчас мы будем показывать, где раки зимуют. Так, а как бы... Я не помню, как здесь прицелится. Видимо, наплевать, да? Так, нет, не наплевать. Что-то тут не так. Был у нас какой-то более-менее прицел, когда я раньше с Анагр стрелял, а сейчас где он? Врубиться немножко не могу. Что-то какая-то срань. Если честно. Прям срань, срань. Давайте вот так выстрелим, посмотрим, куда это все улетит. Типа в здании, это полный бред, мне нужно, чтобы... Вот, да, примерно что-то в этом роде, только убивать по одному человеку. Это явно не входит в мои планы. А, во, вижу, стрелочка такая. Есть у нас тут хорошо. Более-менее, главное, чтобы снаряды не закончились. К моменту, когда я наконец-таки пристрелюсь. Пристреляюсь, но не важно. И... Просто пушка, но нужно еще немножечко. Совсем чу-чуточку. Отлично, я сейчас сразу метательное прокачал на дофигищу навыков. Братишка, ты потерялся, что ли? Алло. Наконец-то. Давай, иди сюда, иди сюда, будь хорошим мальчиком. Мне нужно противников убивать, они сами себя не убьют, знаешь ли. Пошла жара. Поглядим на результат. Там что, никого не осталось, что ли? Серьезно? С кого я стреляю, спрашивается. И где вообще противники тогда? Вижу на стенах, на башнях. Давайте, кстати, на башню навалим. Думаю, тоже неплохо будет. Только чуть-чуть поменьше надо взять. Башня все же поближе находится к нам. Попробуем. Должно получиться. По башне мы попали, безусловно. Вот убить никого не убили. К сожалению. На стену можно, конечно, навалить, но это все равно такое себе. Кстати, уже 20 человек потеряли. Такая перестрелка для нас не особо хорошая идея. Так, чуть подальше. На эту стенку. Погнали. Порадуй меня. Вот этого лучника нужно прибить. Неа. Не повезло, не фортануло. Да что ж такое? Не, ну, типа стрелять в одного, в двоих, это все еще дичь, как бы. Мне надо убивать толпу, а вместо этого, ну, я опять человек всего завалил. За столько-то залпов санагра. Давай. Ставь, ты уже камни запинает. Уролей так. Примерно вот так. Ну, давай, порадуй меня. 2000 урона стене и все. Ладно, сами развлекайтесь. Надоело мне. Не получается. Видимо, противник у совсем другой стены стоит. Поэтому такая вот ханалия. Это же вы были? Нет, это были не вы. К сожалению. К сожалению не вы. Ладно. Пусть встанут куда-нибудь туда. Да что вы творите? Типа того. Встаньте. Соль в том, чтобы вы стрелы лицом ловили вместо лучников наших. Это как бы основной пунктик моего плана. Отлично. Я, кстати, видите себе еще огромную кассу такую сделал. Которая... Так, это трупик туда. Которая довольно-таки неплохо выкашивает наших противников прям пачками. И мне это нравится. Так, что мы потеряем? Кстати, мы убили больше человек, чем противник. К моему удивлению. Так, какая кучка пешек у нас на той стороне? Какая именно? Так, это у нас двойки, значит, да? А, это лучники стоять. Тройки, значит, все. В атаку. Тройки пусть идут, потому что там народу практически нету. Вот-вот-вот, пусть валят. Кто вас настреливает? Вот этот вот засранец. А к не стоящей? Нету его больше. Один меткий выстрел. Неужели так тяжело было это сделать? Сейчас они по тому флангу прорвутся с этого фланга, а пацаны начнут сваливать. И мы здесь еще начнем атаковать. В принципе, тактика довольно-таки простая. Просто перекинуть часть обороняющихся на другую сторону. И все. И на релаксе можно будет двигаться дальше. Ну, в принципе, здесь могу понастреливать. Они здесь не особо высокоинтеллектуальные товарищи. Просто стоят, ждут, пока в голову им арбалетный булт прилетит. Сами видите. О, нифига себе, даже попали с анагрой сюда каким-то образом. Мне интересно, как. Зачем ты приперся? Хорошо же все было без тебя, ну, дурак. Простак. Они так идеально стояли все. Что с тобой делать? Вот и все. Идем уже добивать потихонечку. Да, немножечко анагрой он не хватает, чтобы убивать и изничтожать. Блин, а че они такие тупые все же, а? У нас же максимальная сложность стоит, как ни крути. Они ведут себя так, будто я поставил на минималку искусственный интеллект. По одному? Серьезно? Это все, на что способен ваш слабоумной мозг? Похоже, нет. Ну как, короче, как-то так мы слезли. Соль в том, чтобы мою косу испробовать в бою. Я только против бандитов ее юзал до этого, поэтому хочется в нормальном бою. Где противник хотя бы старается. Немножко хотя бы. Блин, ну че-то я с длиной, кажется, перебрал от слова совсем. Надо было, может, все же двуручный меч надо было делать? Может, поможет кто, а? Офигеть. Чуть не прибили мне пачка бомжей каких-то. Реально, ну что это такое? А, да, надо поменьше в сюжете косу. И, блин, у меня скорости, капец, не хватает. А, я не заметил его что-то совсем. Отлично, ладно, победа. Мы потеряли 50 человек, противник 175. Осаду Якулана можно официально считать успешной. Это хорошо. Так, пришлось одно мое копье продать в Якулан, дабы у меня деньжата были на дальнейшие завоевания. Хорошо, давайте двинем дальше с нашей армией. Гарнизон, конечно, оставляет желать лучшего. Может, кого-нибудь здесь можно нанять и выкинуть как-то в гарнизон? Так, давайте посмотрим. Потому что в данный момент он оставляет желать лучшего. И фиг с ним, с нападениями. Даже безопасность, типа, будет очень сильно страдать из-за того, что у нас такой отвратный гарнизон. Блин, а мне выкидывать некого. У меня все хорошие. То есть никаких новобранцев и прочего мусора у меня нет. А, вот ворохновные торговцы есть. 15 человек. Ну, хоть что-то. Тенденция безопасности все еще. Такая себе. Ну, ладно, хоть что-то. Так, теперь нам бы найти кого-нибудь из верхушки Воландии. Дабы, дабы им навтыкать. Не, ну, слушайте, на мои первые поселения никто вообще не пытался даже покушаться. Это прям вау. Если честно, я сильно удивлен. Так, блин, если бы лучше посмотреть, как дела обстоят в Якулане. Ну, типа, если я сейчас переманю какой-нибудь клан, то есть авось имеет смысл его просто передать в какой-нибудь там городишко или замок. О, посмотрите, важные бумажные на Якулан пошли. Проблема их в том, что им всем хана. Да, то есть у них что? 200 стрелков, 400 пехоты. У нас 200 стрелков, 400 пехоты, ну и кавалерия еще, вагоны, маленькая тележка. Так что сейчас они будут убегать нещадно. Но я справедливый бог, поэтому я еще сотку людей себе возьму. Пока эта сотка людей до меня бежит, я оставлю им возможность немножечко пострадать фигней. Сейчас прибежит моя помощь. Вон, кстати. Давай, иди сюда. Сюда иди, говорю. Вот придурок. Придурок? Че с ним взять? Ну ладно. Итак, сойдет? Или это не он был? Шалар. Да, это он все же. Ну ладно. По идее, сейчас противник должен быть в атаке, по логике вещей. Ну, потому что он инициировал атаку на вот этого Шалара, или как его там звали, вы поняли, короче. Поэтому вроде как он должен быть атакующим, и если так, то у нас все будет в ажуре. Противник у нас нападет, получит звездюлей, мы будем в шоколаде. Но по факту, как мы видим, никто нападать, конечно же, не собирается. Мне придется опять проворачивать тактические манипуляции, дабы изничтожить противника до соприкосновения с его армией. Короче, переиграть и уничтожить все в этом ключе. Так, ну 300 метров должно хватить, чтобы они достали. Ну, учитывая, что я поставлю их сейчас на холмик, естественно. Поставлю я их примерно вот в таком ключе, поставлю их в свободный строй. Че еще сделаю? Да, лицом по направлению, все правильно. Вниз мы поставим пешек, в стену щитов, конечно же. Кавалерию поставим куда-нибудь, не знаю даже, куда ее поставить. Так, сюда, сюда, ну и пешек сюда. Сагрим противника, потом кавалерию ручками вот так вот заведем и потом ударим. Дево просто прикажем атаковать уже. Да, моим более чем хватает расстояния, это хорошо. Встали в свободный строй и начали наваливать. Противник сейчас сагрится и сам прибежит на собственное убиение. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, кавалерии 150, 175 луков. Ну да. Такое количество стрелковых ребят должно более чем сагрить противника. Так, они че в стену щитов встали? Серьезно? Не любитель. Что такого дерьма? Давайте-ка поближе встанем к пешке вперед. Ну, чтобы больше шансов было все же попасть. Так, противник, да, атакует, как я и ожидал. Вы можете стрелять, я разрешаю. Йоу! Так стреляйте, че встали-то? О, пошла жара. Пехота. О, кавалерия, извините. Давай-давай-давай-давай, кавалерия. Планк, заняли, и в атаку. Отлично. Забыл симпульский стены щитов. Противник мог понаваливать по моим стрелкам, на самом деле. К чему я, в принципе, готов-то особо и не был. Ну ладно. Сейчас они подойдут, и мы сплеснемся. Ну, как видите, отстрел идет прям массивный. Очень массивный. Такс. Так, сейчас еще чуть-чуть подходите. Я отправлю вас в альгалочку. Отлично. Все, все в атаку, кроме арбалетчиков. Они пустые отделом занимаются. Ну и защищаются от кавалерии. Блин. И тому втащил. Ну ладно, это мелочь. В общем, победа. Причем с солидным таким преимуществом. Радует. Радует. Зараза, своим щитом. Выпочил его. На тебе. Все. Галиссимо. Считайте, что уже победа. Можно арбалетчиков даже спустить с поводка. Оставшиеся блондейцы либо убегают, либо убегают, но пытаются очень немножко отбиваться. В общем, полная фигня. Переиграли мы блондейцев и всю их армию. Ну и учитывая, сколько у них было боевых сил, как бы армию они вряд ли соберут в ближайшее время. Так что это хорошо. Да елки-палки. С этот. С своей сраной саблей что-то никого не могу прибыть. Где-то не сабля, а как там коса. Коса смерти я назвал. Ту хрень. Но что-то она смерть. Тут не пахнет реально. Скорости ей не хватает. Чтобы быть смертоносной, как ни крути. Бьет, конечно, мощность удара, но попасть с этого удара, конечно, гемор тут еще из-за длины и прочих моментов. А, отлично. Что мы в итоге потеряли? 30 человек. Ну, суммарно 60. Отлетело у нас у противника, отлетело 600. Преимущество десятикратное. Таких хороших побед у меня не было очень и очень давно. Интересно, кто-то из вражеских лордов помер или нет? Наверное, да, все же. Но, типа, реально всю армию сохранил. Я прям в шоке. Отличный бой. Просто отличный. Когда он, кстати, закончится? Ну, по кайфу. 16 известностей, добыча. одна из кланок короля померла. Хорошо, меньше враждебных лордов. Так, минус 1. Давай-ка мы это изменим. На плюс 5. Плюс 49. То есть, нужно будет этот клан первым к себе переманить. Теперь уже 56. Здесь еще. Отлично. Отпускаем. Теперь шансов больше, что ко мне эти кланы перейдут с радостью. Так еще и платить за это дело не придется. В общем, кайфовенько. Сейчас постараюсь, вот не знаю, замок, наверное, захватить, если он, конечно, не принадлежит тем чувакам с крестами. Или же отобью свой замок. Начальный. Тут посмотрим. Масаду, скорее всего, я показывать не буду. Это не особо-то интересно. Блин, им принадлежит. Я вот их хочу и переманить. Вот здесь, кто у нас, вот эти ребятки, может распустить армию. Я всегда смогу их собрать. И вместо этого заняться все же переманиванием. Думаю, сейчас в этом больше смысла. Алдрик сейчас в правенде. Давайте заглянем в правенде. Ну, пока что с армией. Может, нам повезет, мы его встретим и сможем... Каран, блин, он мне очень сильно нужен. Это единственный клан, который вообще без владений во Вландии. Я тоже хотел попытаться переманить, но ладно. Мы до него еще доберемся. Так, Алдрик, это здесь нету. Так, Сокол там с кем-то ввязывается, идиот, в битву. Где-то у нас Алдрик. Порадуй меня. А, вот с Соколом ты и воюешь. К сожалению. Не фартит, но взять правен будет довольно-таки легко. Это мы выяснили. Так, какой-то лордик там дохленький. Наконец-таки нашел этого лордика, и будем сейчас его с вами переманивать. Прям фортуна, дура, слушайте. Блин, а сейчас нет. Сейчас нет. Ладно, последняя попытка. Надеюсь, мне нормальные шансы дадут. Ох, да, переманили. Хорошо. Серьезно, опасный шаг, братан, у тебя ничего нету. Вообще ничего. Вообще ничего, братишка. У тебя нету ни хрена. Я тебя могу копьями дать, конечно, без проблем, мне не жалко. А, ну, тебя устроит, да? Слушайте, ну, 4 копья, новый клан, это тем не менее хорошо. Хоть это и пустой клан с одним членом, которого ни хрена нету, но ладно, 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 ладно. Может, какие-то копья из этих ему дать, а не, типа, ну, пофигуей будут в финансовом плане. Давайте так и сделаем. Отлично, оборон, Экард к нам присоединился, мы получили с вами харизмы, причем нормально так. Аллилуйя. Али, блин, Луя. Хоть какой-то лорд у меня здесь появился. То есть, теперь смотрите, у меня есть целый клан, теперь, вот этот вот, давайте-ка ему, мы с вами что-нибудь даруем. Так, по процветанию будем смотреть, 3000 чьи-якулан, ничего себе, то есть, ему, чарас в идеале бы отдать, самый бомжовский из моих городов, но, лучше, пожалуй, я отдам ему саргот, хотя, наверное, может, замка хватит, такому маленькому клану, думаю, да, хватит замка, но замок нужно еще захватить, сами понимаете. Мне бы сейчас в идеале Алдрика бы еще найти, переманить его, и после этого можно было бы двигаться дальше. Алдрика у нас сейчас где в Ровальте якобы сидит, но вот в Ровальте мы разбили его армию, он также собирался в надежде, что он, типа, самый умный, но он, естественно, облажался. Повстречал я тут баронессу Колотильд, которая тоже является одним из кланов вландийских, только в данный момент она ничем не владеет, потому что ее владение сейчас под моим контролем, не ведет, в общем, подруги. Вот, пытаюсь ее переманить в надежде на чудо, которое произошло. Вопрос лишь, сколько она сейчас меня затребует за присоединение. Так, ну, говорить тебя можно. Значит, думаю, хватит здесь и моих созданных копий, да, более чем, как с предыдущим кланом. Отлично, ну, немножко деньжат, думаю, стоит ей еще добавить, тогда она согласится. 4 тысячи хватает и 4 копий ей и ее клану. Великолепно, второй клан к нам уже присоединяется, уж извините. Вот, то есть у нас с вами Дэй Араманг, Сколотильд, то есть еще три бойца, плюс Дэй Фолкун с одним эко-рандом. Думаю, вполне, вполне неплохо. Как раз таки, ее клану я, пожалуй, пожертвовать хочу в Саргот. Давайте-ка этим займемся. Подарить, 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 подарить тебе. Отлично. А вот этот вот замок, а мы подарим как раз таки Дэй Фолкун. Отлично, меняет ко мне отношения, то есть теперь кланы ко мне должны относиться шикарно, просто 83 и 90, да, отлично. То есть, смотрите, кланы у меня появились, кланам я уже дал собственные владения, они более чем счастливы. Дал я именно Саргот, потому что с ним много геморроя, его постоянно будут пытаться захватить и ботанцы, и Западная Империя, поэтому я отдал именно Саргот, а не очень отстающий Чарас. Такие вот дела. Ну что ж, дамы и господа, думаю, на этом мы с вами закончим данную серию. В следующей я продолжу переманивать вландийских лордов и думаю, я уже как раз таки в следующей серии полностью закончу с фландией, так или иначе, то есть или переманиванием, или захватом, посмотрим по ходу дела. Ну что ж, а у меня на этом все, с вами был Киит и всем пока.